Нервная система Нервные волокна могут быть вегетативными, чувствительными и двигательными Вегетативные нервные волокна контролируют непроизвольные действия, такие как сердцебиение и пищеварение Чувствительные нервные волокна передают в головной мозг ощущение осязания, температуры и боли Двигательные нервные волокна несут из головного мозга информацию к различным мышцам и вызывают движения Диабет представляет собой нарушение, вызванное избыточным количеством глюкозы или сахара крови в кровотоке Диабетическая нейропатия является состоянием, которое развивается при нарушении или физическом повреждении нервной системы Вследствие повышения уровня глюкозы в крови Повышенное содержание глюкозы может приводить к сужению кровеносных сосудов, сопровождающих нервные волокна Из этих поврежденных кровеносных сосудов соединения могут поступать в нервные волокна, вызывая в них дальнейшие нарушения и прекращая их снабжение кислорода Избыток глюкозы может стимулировать иммунную атаку оболочки, покрывающие нервные аксоны Таким образом уменьшается или повреждается передача импульсов в нервных волокнах Симптомы диабетической нейропатии варьируют в зависимости от вида поврежденных нервных волокон Некоторые симптомы включают низкое артериальное давление, запор, боли, онемение, потери чувствительности и неконтролируемые движения Наилучшим способом предупреждения или лечения этого состояния являются здоровый образ жизни и контроль уровня глюкозы Контролируя свой вес, придерживаясь активного образа жизни, отказавшись от курения и, что наиболее важно, поддерживая нормальный уровень глюкозы в крови Пациенты, страдающие диабетом, могут добиться снижения риска развития нейропатии